Привет, мои хорошие! С вами Селена. Сегодня нам будут устанавливать первым делом гардероб, я так думаю, потому что у нас на кухне вот такой вот завал, и, скорее всего, удобнее будет сначала сделать гардероб, для того, чтобы чуть-чуть освободить здесь что-то. Такие вот большие зеркала нам пришли, как видите, под самый потолок. В общем, ждём рабочего, он задерживается, как обычно говорят, все рабочие задерживаются, но мы ждём, посмотрим. Угол освободили вчера, такая красота, посмотрим, что будет. Ну что, мои хорошие, кто рассказывал, что всё собирают за один день, это всё миф. Нам сказали, что это будет всё около пяти дней. Поэтому сейчас делаем гардероб, начинаем с вечера, сейчас шесть часов уже, мы начинаем гардероб собирать, но он сказал, что гардероб сегодня мы не соберём, мы его сегодня начнём, а завтра закончим, наверное, и кухню начнём, надеюсь, завтра. Вот, но не факт. Короче, до моего дня рождения мы не успеваем, поэтому, скорее всего, придётся всё перенести. Человек работает один. Ну что, девочки, пришёл рабочий очень поздно, да, поработал, ушёл во сколько он поработал? Три часа рабочий поработал. Три часа рабочий поработал, и вот что он нам сделал. Вот, он собрал вот эту одну высокую этажерочку, она вот здесь у нас справа будет, и собрал вот такую одну, это будет у нас в верхней части здесь. Ну вот и в принципе и всё. И он ушёл домой. Завтра к 10 часам, сказал, придёт, будем доделывать шкаф. Ну я надеюсь, я просто очень надеюсь, что завтра хотя бы в глубокой ночи он сделает нам шкаф. И ещё я очень надеюсь, что дадут ему напарника, иначе это будет бесконечно продолжаться. Вот такие новости. И ещё мы заметили, что здесь у нас полоса на нашем натяжном потолке. Я уже позвонила ребятам, мне сказали, постараюсь завтра днём прийти и заделать. Ну короче, вот такая вот полосища, кто полосанул, неизвестно. Может быть рабочие пока переворачивали, тут грузчики, я имею в виду. А может быть кто-то другой. Может Милка запрыгнула. Заделываем латочку, вот которую вам показывала вчера, появилась. Вот наши потолочники вернулись, оперативненько. Вот и продолжим, вот уже чуть-чуть сделали. В общем, девочки, следующий день, вот на какой стадии у нас сейчас всё происходит. Сделали нам латочку, но её видно, я надеюсь, не будет, она перекроется. Вот по бокам нам уже выстроили шкафчики. Я сейчас бегу прокалывать уши, пока есть время. Так, ну что, что мы не рассчитали, что у меня вот здесь, вот в этом углу, очень много разных проводов. Сейчас пойду покажу. Вот уже штангу, кстати, сделали. Это так у меня внизу будет. Вот, сейчас залезем. Вот видите, у меня здесь вот так вот прям провода, и здесь вот так вот провода. И здесь должна идти штанга. Но ребята сказали, что штанга прикручивается, как раз приходит на провода. Да, поэтому они заказали специальные такие штучки, которые будут вот сюда крепиться, но из такого материала, такого цвета. Или материала, или цвета, не помню. Короче, они прикрепят как бы такую заплаточку, да, на места, где нету проводов. Вот, а потом к этому, к этой деревяшке уже, да, или к чему-то, к специальной штуке, короче. Вот здесь и здесь делают, и уже прикрепят туда. Поэтому сегодня еще шкаф готов не будет. Вот, но мне уже все нравится. Он такой беленький, такой весь стройненький. Вот, здесь будут крышки. Здесь фасадные такие. Это все внутри, вот здесь у нас будут. О, все супер вообще. Сейчас они кухню пошли делать. Та-да-да-дам! Ну что, мои хорошие, я спешу вам показать наш гардероб. Вот там наверху чуть-чуть еще не оттерли клей. Средство потеряла я это. Спиртом терла, не оттирается. В общем, смотрите. С этой стороны у нас идет вот такая вот полочка. Здесь две открытые. Объясню потом, что, зачем. Здесь ничего у нас нет. Потом две большие дверцы, огромные. И вот такая вот. Раз и два. Андрисолька и как бы шкафчик. Я не знаю, как вам показать. Вот так, чтобы все разом, да? Во! Вот, смотрите, сверху вниз. Это еще рабочие оставили, потому что у нас кухня еще делается. Значит, смотрите, для чего я сделала вот эти штуки. Это как раз-таки, когда я прихожу. Прихожу, сразу ключи, телефон, сумочку поставить сюда, сюда. Это удобно. Вот ручкой я дотягиваюсь до всего, удобно. Здесь у нас будет стоять пуфик, на который будет садиться ребенок. В пуфике тоже будет что-то храниться. Ну, то есть, вот сюда можно будет сесть, одеться, переодеться. Вот. Здесь даже, здесь еще даже есть местечко. Можно сюда или сюда, там, ключницу какую-то прикрепить. То есть, что-то, потому что достаточно высоко место я оставила. Вот. С этой стороны у нас, все у нас нажимается, кстати. Вот. Смотрите. Вот так открываются. Нажимные такие. Это чисто для хранения чего-то того, что нам не надо. Тут сверху. Такие вот. Две. И вот здесь. Вот. Они угловые. Просто я думала их сделать открытыми, тоже было удобно. Но я решила, что пусть они будут для хранения чего-то нужного, ненужного, да. И хочется, чтобы вот это вот просто не пылилось тут. И все было закрыто. Идем дальше. Показываю, как мы сделали все внутри. Так. Вот если эту сторону открывать, то мы сразу попадаем в самое большое пространство, да. Можно и с той стороны открыть. Вот это пятно желтое. Ой, от вешалки нужно будет отмыть. Тоже знаю чем. Здесь у нас есть цвет в гардеробной. Вот, пожалуйста. Что мы здесь сделали? Какие здесь у нас предстояли косяки? У нас расчет немного был небольшой. Короче, у нас 30 сантиметров глубина должна была быть вот этих полочек слева. И здесь я вообще делала для хранения вот коробки из Икеа беленькие. Знаете, вот у меня их много. Я думала, что-то положить, то может подписать. И вот так вот коробочки, чтобы все было аккуратненько сложено, много коробок, да. Но так как расчеты проявились неправильно, замеры, да. И нам нужен был такой зазор. Я не знаю, вот сейчас я вам покажу. Ну, здесь чуть-чуть зазор, да. А если мы вторую закрываем, смотрите. Здесь больше зазора, да. Короче, нужно больше было места оставить. И они урезали нам глубину. И сделали ее 25. Об этом нам никто не сказал. Это для нас был сюрприз неприятный. Но, в принципе, не суть. Важно, коробки я поставлю. Покажу вам, как смотрится. Оно немножечко, как бы, может быть, вывисает. Вообще, я думаю, может быть, вот это оставить... Фокус. Вот это, я думаю, вообще оставить для обуви. А, они для обуви здесь сделали. Блин! Ну, сейчас, ладно, подумаем. Короче, вообще для обуви сделали с этой стороны. Потому что здесь, видите, меньше высота. Специально, чтобы поставить ботинки какие-то, еще что-то. Вот так вот. Я думала, здесь у меня... Вот там будут сапоги храниться высокие, да. А здесь вот обувь, 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 обувь. То, что не нужно наверху. То, что нужно пониже. Дальше. Открываю сейчас. Дальше. Я сделала... Вот крест-накрест у нас получается. Раз. Два. Подвесные, да? И здесь подвесные. Изначально вот этих полочек не было. Это я потом уже додумала, дописала. Потому что наверху я могу хранить, допустим, часть невысокой одежды. Да, где-то вот так. Это какие-то кожанки. Там, может, даже если это летние, то это футболки. И у меня получится очень много пространства снизу. И я думаю, что его... Пусть полка здесь будет. Что-то нет-нет. Да поставлю еще на полку. Правильно? Правильно. И внизу тоже самое. Может еще место остаться. Надо так просто скомпоновать, чтобы так было. Наверху вот, видите, поставили нам вот эту... Вот эту вот штуку. Потому что у нас вот там вот проходили провода. И прямо на провода приходилась вот эта вот труба. Господи, ну как она называется? Ну вы поняли, да? В общем, нам вот такую вот белые штучки поставили, чтобы в них упереться. Вот, в принципе, и все. Провода висят. Провода я эти сверну. Сверну-сверну сейчас красиво. И спрячу вот куда-нибудь сюда. Вообще я ищу какую-то коробочку. Девочки, если кто-то посоветует. Я обошла Леруа. Обошла там рынки какие-то. Да, в Икеи смотрела. Хочу найти просто вот такого плана. Ну только поменьше, правильно? То есть мне нужна вот такая коробка. Просто, чтобы она закрывалась и открывалась как-то. Или не знаю, чем закрыть это красиво. Посоветуйте, если есть у кого идеи. Туда надо поместить роутер. Свернутые провода и вот розеточка. И вот что-то красивое. Ну, в общем, будем еще думать. Сейчас, что я планирую сделать. Сейчас какие-то вещи я могу сюда уже повесить. Вот зимние, да, там наверх. Шубы, там все дела. И покажу вам, как это будет смотреться. В целом, все очень хорошо. Вот сейчас я вам сдалека покажу. Открытый. Да? А там сразу, опа! Что тут? Отсвечивает. Кухня отсвечивает. Кухня еще не готова. Так. А завтра мой день рождения. Кухня не готова. Вот, смотрите, сдалека как смотрится. Вот так заходим. С этой стороны, кстати, вещи у меня будут просто... Знаете, гости пришли, разделись. Вот я вот эту вот часть вообще выделю для вещей. Именно вот наших уличных. Гости пришли, разделись. Мы постоянно. То есть ходовые сразу вещи. Пришли, разделись, повесили. А здесь уже будут какие-то вещи, которые я ношу, не ношу. Короче, все, что не ношу наверху, то, что более-менее ношу здесь. У меня еще один шкаф будет. Потом еще в детской будет шкаф. В общем, дофига места для хранения. Милочка моя, кошечка. Че-че, че, 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 скажи, я в зеркало смотрюсь. А я себя увидела вообще тут. Играя сама с собой. Прыгает с разбега в зеркало. Так. И закрываем Милу. С этой стороны открою, покажу, как смотрится. Вот так вот. Ну, здесь вот так вот, да? Вот. В целом, мне все нравится. Только вот один косяк. Это вот та глубина, о которой я вам сказала. Здесь все сделали. А там нет. В принципе, места достаточно. Заходишь. Можно спрятаться здесь даже. Просто как большой просторный шкаф. Вот я здесь становлюсь. Здесь, конечно, еще вот видите, от того, что они глубину убрали. Видите? У меня получается вот здесь, чтобы вешалка нормально встала, вешалку вот здесь прям впритык сделали. И, конечно же, у меня здесь еще скрадется место где-то 20, да? Сколько? 20 сантиметров вот сюда. То есть будут вещи. Ну, то есть это не так, что ты зашел здесь, короче, и потерялся. Ты здесь не потеряешься. У тебя здесь пятачок, вокруг которого можно крутиться. А вообще, в принципе, лучше здесь не заходить, вообще и не крутиться. Вот отсюда прям даже не заходя, можно до всего достать все, что тебе нужно взять. В общем, я рада, довольна. И сейчас я что-нибудь повешу уже и покажу вам, как будет смотреться. А самое главное, что у меня на входе вот такие большие зеркала. Они увеличивают пространство. Я сначала боялась, что благодаря этому шкафу, да, он, видите, у меня на углу. Причем это не симметричный угол. У меня здесь взято... А, вот с этой стороны взято больше, здесь взято меньше. То есть он немного такой треугольник, кривой. Вот. Но, тем не менее, очень красиво. То есть вот с этой стороны я стану, со стороны кухни, да. Благодаря зеркалам все равно пространство остается. Ощущения нет такого, что забрали там угол и прям, знаете, нет места. Все равно у нас прихожая остается огромной, да. Что еще? Отсюда точно так же. Можно увидеть, что в туалете творится. Бабушка тебя зовет, Дэнни. И отсюда точно так же, видите, вот я стою, захожу и все. Он вообще гардероб не мешает. Все видно, он просто классный. И я довольна, что вот, да, все, гардеробу претензий нет. Никаких ручек, ничего, не глянцевое, все матовое, все беленькое, все красивенькое. Так, ну что, а вы думали, как я наверх буду залазить? Стремянка у меня специальная. Я во влоге покупала, в Леруа взяла ее, одна из дешевых, ну, самых классных. Ну, то есть, чтобы высокая была и, главное, что самая легкая. Она алюминиевая, по-моему. Так, ну, смотрите, для вот этих вот икеевских ящиков мы делали вот эти полочки, видите? Ну, в принципе, нормально становится. Чуть-чуть свисает, конечно. Это вот потому, что вот этот вот косяк, да? Должно было быть все четенько. У меня еще они есть и до верху. Просто их надо разобрать, потому что то, что там лежит, будет лежать у меня в антресолях на кухне. Там коробки, знаете, там от телефона коробка, еще чего-то, еще чего-то. А сюда я положу связанное что-то с вещами, потому что это гардероб полностью с вещами. Значит, смотрите, наверху у меня там идут кожаночки мои, здесь идут свитера, вот с этой стороны будет вот так все. Вот здесь я все сумочки свои уместила. Здесь у меня идут мои шубы, пальтишки. Это еще не все, я просто раскидала. Вот здесь более длинные вещи, вот пальто, например, да? Потому что здесь нижняя часть у меня длиннее. Вот. Вот внизу остается место идеально как раз для сумок. Может быть, еще ремни положу сюда. Вот. Ну и обувь. Вот там я положила пока длинные, ну, как бы высокие, да? Они все равно у меня свернутые. Та-дам! Святая святых! Девочки, всю обувь свою собрала, которая у меня лежала, ну, непонятно где. Вот. Все сложила. И даже вот фикс-прайсовская штучка пригодилась, потому что здесь у меня нет такой высокой обуви, которая стоит. У меня вот они, сапоги высокие, они все сворачиваются. И я подумала, что пропадать пространство? И вот эта из фикс-прайса штука пригодилась. Я вот эти вот круглые штучки убрала и все поставила. Тут вот шлепки, которые там редко мы носим, Там, ну, вот ходовая какая-то обувь, дедыньки на вся туда поместилась. Вот. Ну, я еще переберу, потому что смотрите, девчонки, вот эта вот вещь просто обалденная. По четыре пары становится обалденно. Вот это, кстати, кроссовки я продаю на продажу, вот эти продаю на продажу, они новые абсолютно. Просто размер маленький, не мой. Вот они там даже, видите, бумажка внутри еще. Это на 36, на 35 с половиной, вот так бы я вам сказала даже. На 35, на 35 с половиной буду продавать вот эти, а эти 37, 38. Вот они. Ну, это в моем магазине, у меня под каждым видео ссылки есть. Я поставлю. Сейчас как раз будет осень, вот. Так, вот там вот у меня такие, знаете, сапоги, ботинки, то, что сейчас мы не носим, да. Здесь у нас уже спускается, это то, что я там видео бывает показываю, кручусь, вот это продать, выставить надо. Вот. Ну и пошли. Вот это то, что я себе купила. Бомбочка. Вообще бомбочка. Вот, кроссовки. Но это еще не все, у меня коробки наверху еще лежат, поэтому надо компоновать. Это я все израсходовала. Я еще хочу такие штуки купить и, скорее всего, конечно белые, было бы сюда идеально. Вот. Короче, мне так приятно смотреть, что все на виду, понимаете, все обувь на виду. Я мечтала вот о такой обувнице идеальной. Вот. А, у меня же еще, господи, я совсем забыла, мне кажется, что здесь ничего нет. У меня же здесь еще, смотри. Тут, кстати, тоже обувь можно положить. И, кстати, положить зимнюю. О, а что я место заняла? Я сейчас вот это вот все вообще как-нибудь уберу, вот туда наверх. Зачем оно здесь на виду, да? Кроссовки выставлю свои. У меня еще там 10 тысяч пара кроссовок, которых я забыла и не ношу. Блин, сколько места-то у нас. Балдеж. Мне кажется, это идеал для женщины. В общем, крошки мои. Все? Мама любуется, такая серьезная стоит. Ты счастлива, рада? Да я рада. Хотелось бы больше, но... Ну, пока это хорошо. Мама, у нас на самом деле еще сейчас кухня сделается, там будет дофига всего. Это раз. Покажи, я хочу показать, что мне надо разобрать. Смотрите, сколько вещей. То есть мне эту вешалку разобрать надо. Вот эту, вот эту. Половина из этого, это на продажу. Но мне хочется это все уже как-то раскомпоновать, чтобы я понимала, где что. Все повыставлять, уже заняться магазином просто некогда, да? Вот. Так что все эти вещи надо будет раскомпоновать и... Ну, а вот уже мама показала, где сумка моя должна быть. Кстати, видите, я буду думать еще, как нам вот это вот все запрятать, красиво сделать, потому что, видите, у нас здесь совсем нет места, если делать здесь, как их наличники, да? Или как? Ну, как вот здесь. Вот. То есть, для такой штуки у нас уже здесь нет места. Поэтому у нас, наверное, вариант просто все это заделывать. Вот. Закрашивать. И заштукатуривать. Заштукатуривать, да? В общем, будем искать. В общем, вот такая красота. Я счастлива. Мама счастлива. Впереди... Ля, у меня это... Ну, нормально по-свостке, девчонки, да? В общем, впереди много еще чего убирать. Убирать, расставлять. Еще места, как видите, много здесь у меня. И внизу, и наверху еще места много. Да? Так что, такие дела. Потом, если хотите, когда я все уже раскомпоную, все сделаю, прям идеально, да, там разложу, где что у меня, я могу вам это снять хранение. Именно как я храню, и что где, и как удобно. Потому что, например, вот эти штуки, это для меня находка, девчонки. И еще лайфхак, пока мы здесь, я уже его где-то говорила. Вот смотрите, здесь становятся две обуви, две пары, да? Раз и два. Если мы поставим обувь вот так, то у нас поместится здесь три пары. Смотрите, раз, два, три обуви. Если бы я так не сложила, то было бы всего две, и оставалось чуть-чуть пространства, ни туда, ни сюда. Здесь у меня три, благодаря вот этой штуке. Здесь у меня вообще четыре, благодаря этой штуке. Понимаете? Да, четыре это круто. Это круто четыре вообще. Класс. Все, я с вами прощаюсь, люблю вас, целую. Кому нравится мой гардероб, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди кухня, девочки, кухня. Не пропустите. Я вас люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok